В этом видео речь пойдет про эскапизм. Эскапизм – это примиренческое стремление личности уйти от суровой действительности в мир иллюзий и фантазий. Естественно, оно появляется в тех случаях, когда мир человека не удовлетворяет. Не удовлетворяет он его в основном потому, что человек вовремя не взял на себя ответственность, не реализовал свой потенциал, грубо говоря, является неудачником, не создал семью, не сделал то, что делают нормальные люди в его возрасте, если говорить таким бытовым языком. Испытывает глубокое разочарование и уходит в этот волшебный мир. Иногда по-тихому, а иногда и так довольно агрессивно, и рассказывает, что это единственный правильный путь, и так вообще должны делать все, и терроризируя своих родственников и друзей своим увлечением, которое он избрал. Значит, что важно понимать? Если у человека странное какое-то увлечение, вроде как не по возрасту, он любит фэнтези или одевается как подросток, но если этот человек при этом твердо стоит на земле, зарабатывает, обеспечивает себя, следит за своим здоровьем, нормально общается с окружающими, то говорить об эскопизме не приходится. Просто это человек, у которого какое-то своеобразное хобби, какие-то нестандартные вкусы, но это его личное дело, и он имеет на это право. Если человек при этом в общепринятом смысле успешен, платит налоги, не состоит на учете в дурке, то это нормальный человек, и это никакой не эскопизм. Ну, нравится ему тулки, нравится ему японские мультики, еще что-то ему нравится. Это просто особенность человека. Об эскопизме можно говорить тогда, когда человек нереализованно и с головой погружается в иллюзорный мир. Это может быть все, что угодно. Это может быть старый кинематограф, какое-нибудь авторское кино, которое человек с утра до ночи смотрит, проживает в мире этих героев, и он при этом может высказывать очень сильно недовольство масс-культуры, говорить, что все люди должны смотреть другое кино, а читать другие книги. Но все это, естественно, просто защитная реакция на то, что он не справляется с сегодняшней действительностью. Поэтому он пытается как-то отбрехаться и сказать, что вот все современное-то не то, мы все должны одеваться, как в прошлом веке, вести себя, как в прошлом веке. Человек не готов примириться с сегодняшним днем. Ну, вариантов много. Очень хорошо Вероника Степанова, это, наверное, самый известный психолог на Ютьюбе, сказала, что в том числе веганство и сыроедение для многих людей это эскапизм. Ну, во-первых, это такой билет, у всех у людей есть чувство вины, что я теперь не ем животных, вот я стал святым, какой хороший. То есть, если ты больше ничего не добился, у тебя нет никаких талантов, то ты можешь стать веганом. Вот он твой билет в рай. Теперь, да, ты ничего не умеешь, ничего не знаешь, но ты веган. Это же такое достижение. Я тоже веган, поэтому я считаю, имею право сказать, что у некоторых людей мотив такой, если честно. Если они, кроме веганства, ничем не примечательны, очень навязчиво о нем рассказывают, это просто, опять же, защитная реакция, что других достижений у меня нет, отношения с людьми у меня не выстроены, зато у меня есть вот это. Ну и потом Вероника тоже правильно говорит, что живет в маленьком городке скучном, где поговорить несколько. И тут вот этот волшебный мир, бананы, кокосы, апельсиновый рай, все это такое яркое, красивое. Можно там бесконечно выкладывать рецептики, делать фотографии. То есть, погрузиться в такой симпатичный мир. Это кто-то погружается в фэнтези, то есть, сам человек выглядит очень неважно, не следит за здоровьем, не следит за гигиеной, имеет лишний вес, зато он смотрит, вот, у него там эльфы, феечки и все такое вот. Ах, экзальтация. Есть такие варианты, например, человек очень увлекается уборкой и начинает всех терроризировать, ну, абсолютно пожилой человек, или каким-нибудь коллекционером, что вот у всех должна быть, как у меня, там какая-нибудь у него система, там, что вот надо стол 8 раз протереть, потом носочки вот по японской методике скручивать, а вот все, кто носочки в другую сторону скручивает, они все свиньи, вообще свиньи все, но носочки только так надо скручивать. И вообще это самое важное в жизни, вот каждое утро надо скрутить носочки. Вот все, кто носочки не скручивает, ну, тут вообще говорить не о чем. То есть, то, что они там доктора наук, у них дети, это не имеет никакого значения, самое главное это скручивать носочки. Ну, я думаю, вы поняли мою идею. Ну, что я хочу на это сказать? Вот, да, бывает, что человек нереализовался и живет он в мире котиков, кавая, хентая, сыроедения. У меня только один вопрос, а что, собственно, в этом плохого? Да, этот человек нереализован, не приносит особо той пользы обществу, которую мог бы, а занимается, грубо говоря, ерундой. Но сколько вокруг нас людей, которые не только не развивают свои таланты нереализованные, а которые еще и вред наносят и себе, и окружающим, и экологии. А то, что какой-то человек вместо депрессии, вместо алкоголизма, вместо насилия ударился в просмотр порно или в просмотр японских мультиков или в чтении фэнтези и немножко не соотносит реальность, ну, вред это может нанести, в принципе, только ему. Ну, это, грубо говоря, не самый плохой выход, потому что давайте будем объективны, не всем можно помочь, особенно если человек уже в возрасте, за 40, за 50, у него накопилась масса проблем, психика человека ригидна. Конечно, бывают чудеса, бывают, кто-то находит себя в 60 лет, становится великим художником. Ну, а для некоторых людей это вполне нормальное решение погрузиться в волшебный мир зеленых коктейлей, там, фэн-шуя, карта-ро и так далее. Многие с возрастом ударяются в религию, ударяются в эзотерику, ну, вы сами знаете, да, это такие очень, очень популярные варианты, потому что любому человеку нужно принадлежать какой-то группе, как уже мы говорили по маслу. Ну, нужно чувствовать общность с чем-то, ну, и вообще хотя бы имитировать какую-то бурную деятельность, чтобы было какое-то чувство собственной значимости и удовлетворения от себя. Но, повторюсь, я считаю, что это не худший вариант, по крайней мере, это не наносит вреда окружающим. Просто если у вас есть такой знакомый, ну, если он вас достал, и вы жестокий человек, вы можете ему так сказать, слушай, ты просто неудачник, иди со своими носочками, я занят более важными делами, ты ничего не добился, хочешь меня со своими носочками достаешь, иди в баню уже. Если же вы человек милосердный, то вы должны понимать, что если человек не только любит фэнтези, но еще говорит, что все, что не фэнтези, вокруг это все плохой мир, неправильный, ну, просто поймите, что это человек, которому он плохо. Любое проявление агрессии говорит о том, что человеку плохо, просто это слабый человек, он не справился, ему можно только посочувствовать, и обижаться, обижаться на него не стоит, и явно это не стоит того, чтобы у вас из-за него портилось настроение. Ну, просто они все справляются. Life is tough. Спасибо.